Первый домашний матч весенней части сезона начался для волгоградского ротора не очень удачно, да и вообще легким, назвать его нельзя и для калининградской Балтики. Гости почти 40 часов добирались до Волгограда. Возможно, это могло сыграть на руку нашей команде, но оказалось с точностью наоборот. Первый опасный момент в матче принадлежит Балтике. Далее по ходу игры в очередной попытке атаковать футболисты ротора заработали штрафной, который, как оказалось, стал самым опасным моментом для хозяев в первом тайме. Была возможность открыть счет, но тут, что говорится, не повезло. Алексей Пугет, пробив штрафной, попал точно в перекладину. Открыли счет калининградцы на 42-й минуте. Ошибка нашего защитника в центре поля привела к быстрой атаке. Виталий Калинкович умело воспользовался этой возможностью и открыл счет. После перерыва рисунок игры не изменился. Гостей устраивал счет на табло, и они закрылись в плотной обороне. Все попытки ротора ее вскрыть не привели к успеху. А Балтика тем временем снова поймала гостей на контратаке, и нападающий Максим Вотинов удвоил преимущество. После пропущенного второго гола и под крики трибун хозяева стали больше атаковать. Но акцентированными атаками это не назовешь. Скорее верховые забросы в линию нападения, где были свежий Мязин и защитник Друзь, передвинутые в линию нападения именно для борьбы на втором этаже. Такая стратегия сработала на 81-й минуте, и Алексей Погин забил первый и единственный гол ротора в этом матче. Последние 15 минут ротор был сильнее нас, но мы уже имели преимущество в два гола. Нам оставалось только дотерпеть, дотерпеть, получать удовольствие, как я футболистам говорю, от своих действий. Ну и мы с этим справились. Сложно было последние эти 15 минут. Почему? Потому что, ну вы все знаете, что мы добирались не совсем гладко. У нас на это ушло много времени. Нам не удалось провести предыгровую тренировку. Главный тренер ротора, как и болельщики, остался матчем недоволен. Дело даже не в проигрыше, а именно в плохой игре команды. Напомним, Федор Щербаченко из-за болезни на протяжении двух недель не тренировал команду. Возможно, это и стало главной причиной. Тогда есть шанс все вернуть. А вот если проблема в другом, Щербаченко обещал оставить команду. Игра по рисунку складывалась так, как мы ожидали. Балтика – команда, которая ждет ошибок, которая играет на контратаках. Вот, к сожалению, говорить об этом одно, суметь предотвратить и сыграть правильно – это другое. Две ошибки в середине поля привели к двум голам. Конечно, тяжело было отыгрываться. Вот, я как тренер, конечно, беру всю ответственность на себя, потому что команда играла совершенно не так, как я ожидал, как мы играли на сборах, как болельщики ожидали. И для тех, кто, ну скажем там, жаждет крови или каких-то выводов, скажу так, что я для себя беру определенное время, так как длительный промежуток времени в течение двух недель не тренировал команду и не хочу сваливать всю ответственность на помощников. Они делали то, что я им говорил. Ну, для тренера, для главного очень важно самому чувствовать команду. Поэтому возьму определенное время на, ну скажем так, исправление ситуации. Если это не получится, то, значит, я добровольно подам в отставку, потому что либо я что-то делаю не так, либо, может быть, какого-то фарта нет, либо, ну, что-то, в общем-то, не склеивается. Роутер все так же находится в конце турнирной таблицы. Но еще есть время немного поправить положение. Следующий матч состоится 4 апреля с командой «Луч энергия» во Владивостоке. Будем болеть за роутер через всю страну и ждать только победы. Редактор субтитров А.Семкин